Добрый день! Меня зовут Солдатская Рамина Алексеевна. Я врач-акушер-гинеколог, врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук и участник междисциплинарной команды по интимной реабилитации Лапина Тин. И сегодня я бы хотела поговорить о той части тела, которой мы, к сожалению, не уделяем должного внимания. Мы совершенно не заботимся о нашем прекрасном тазовом дне. Хотя стоит отметить, что мышцы тазового дна имеют довольно много функций, и утрата этих функций приводит к значительному снижению качества жизни. Почему? Тазовое дно участвует у нас в контроле мочеиспускания и дефекации. Участвует в поддержании органов малого таза, что больше актуально, конечно, у женщин, поскольку в своей жизни они в основном, в большинстве своем, претерпевают беременность и роды, и тазовое дно травмируется, и их поддерживающая функция утрачивается для женщины. Более характерна проблема, связанная с пролапсом гениталий. Еще одной функцией тазового дна является участие в интимной жизни. И если для женщины это формирование полноценной оргазмической манжетки, которая позволяет испытывать более плотное прилегание к партнеру во время близости, то для мужчины мышцы тазового дна играют важную роль в удержании эрекции, в ее формировании и удержании. Также еще одной функцией тазового дна является участие в родовом акте, что, естественно, актуально для женщины. И это, пожалуй, самая первая и большая причина, почему именно у женщины тазовое дно травмируется и утрачивает свой функционал. Мы привыкли к тому, что проблемы, связанные с мышцами тазового дна, более актуальны для женской половины нашего населения. Однако тазовое дно есть и у мужчин. И у них проблемы с тазовым дном могут быть связаны не только с эректильной дисфункцией, но и с проблемами недержания мочи. Это самое частое осложнение после операции на простате. Очень много мужчин, которые страдают от хронического простатита, и это заболевание встречается среди населения уже более молодого, нежели раньше. Проблема, связанная с хронической тазовой болью у мужчин. Почему? Потому что ежедневно мы испытываем довольно много стресса, который копится и проявляется в виде спазма шейно-воротниковой зоны, но здесь мы чувствуем, мы хотим подвигаться, мы хотим немножечко размяться, но спазмируются и мышцы тазового дна. Мы не ощущаем это до тех пор, пока не начнем испытывать боль. И это тоже очень большая проблема, поскольку такое изменение приводит к нарушениям в интимной жизни, а значит и к снижению качества этой жизни. Еще одна немаловажная проблема, с которой сталкиваются мужчины, это симптомы нижних мочевых путей. Это недержание мочи ургентного характера, когда мы не можем сдерживать позывы к мочеиспусканию. Такая проблема есть и у мужчин и у женщин. Смешанное недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь, когда при минимальном наполнении мочевого пузыря мы испытываем позывы такие, как будто он переполнен до краев. Еще одна проблема, с которой сталкиваются мужчины и женщины, это анальная инконтиненция, потому что, как было сказано, тазовое дно участвует и в процессах контроля дефекации. При операциях на анальном сфинктере частое осложнение это невозможность удерживать газы или кал. Все эти проблемы влияют и на сферу жизни человека физическую, потому что ограничивают его физическую нагрузку. На социальную, поскольку если пациент страдает от недержания мочи, газов или кал, это значительно снижает его возможности во взаимодействиях на публике, в обществе. Влияет, как уже неоднократно было сказано, на интимную жизнь, что может приводить к депрессивным расстройствам. Медицина будущего зиждется на пяти столпах. Предиктивность, то есть возможность угадывать заболевание. Превентивность, возможность использовать определенные меры, чтобы не реализовалось заболевание, то есть восстановить функцию на этапе ее начальных изменений. Персонализация, личное участие пациента в лечебном процессе. Партиципативность, индивидуализация, индивидуальный подход к лечению каждого пациента. И, как ни странно, позитив, потому что только позитивное отношение к процессу терапии улучшает ее конечный результат. И говоря про мышцы тазового дна, стоит сказать, что это именно та область, на которую стоит обратить пристальное внимание, чтобы успеть заметить изменения, которые претерпевают мышцы, и вовремя провести терапию. Согласно клиническим рекомендациям, при утрате функционала мышц тазового дна, когда нам нет необходимости проводить хирургическую коррекцию, является тренировка мышц. Тренировка может быть самостоятельный и может быть индуцированный. Самостоятельная тренировка подразумевает под собой формирование правильного стереотипа сокращения. Для этого пациенту необходимо пройти БОС-терапию. БОС означает биологически обратная связь. Когда пациент ложится на кушетку, ему вводится полостной датчик. У женщины вагинальный, у мужчины ректальный. На ягодице, мышце передней брюшной стенки и внутреннюю поверхность бедра клеятся специальные электроды. Все это считывает сокращение мышц и выводит их в виде картинки на экран. Человек учится правильно работать самостоятельно мышцами тазового дна. Однако здесь есть свои минусы. Во-первых, это наличие полостных датчиков. И если для женщины вагинальный датчик не приводит к какому-то выраженному дискомфорту, то для мужчины это довольно неприятная процедура. Во-вторых, БОС-терапия требует довольно долгой подготовки. И для поддержания последующего эффекта такой тренировки пациент обязан заниматься дома. Это дисциплина, это мотивация, это время. У многих пациентов не бывает времени для того, чтобы поддерживать самостоятельно мышцы тазового дна в адекватном состоянии именно по этим причинам. И у нас есть прекрасная альтернатива. Это, как я уже сказала, индуцированная тренировка. Тренировка за счет аппаратной стимуляции. На сегодняшний день самый современный, самый передовой, самый эффективный результативной технологией в индуцированной тренировке мышц тазового дна является высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная стимуляция. И единственный аппарат, который работает на основе этой технологии – Эмселла. Это аппарат, который представлен креслом, как вы видите. Пациент располагается на нем в одежде таким образом, чтобы центр электромагнитного поля стимулирующего мышцы тазового дна совпадал с центром промежности. Это довольно легко сделать по субъективным ощущениям. И в течение 28 минут пациент испытывает комфортную вибрацию или чувство сокращения. При этом никаких усилий с его стороны не нужно. За 28 минут мышцы сокращаются порядка 12 тысяч раз. Такие супермаксимальные сокращения приводят к гиперплазии и гипертрофии мышечного волокна. То есть мы имеем увеличение и объема каждой миофибрилы, увеличение их количества. За счет того, что первым терапевтическим актом в этой технологии является деполяризация мембран мотонейронов, мы получаем улучшение нервно-мышечной проводимости и улучшение чувствительности пациентами этой области. Таким образом, мы имеем дело с некоторым переобучением пациента. И такая технология может использоваться не только в лечении стрессового недержания мочи, который бывает у пациентов при физической нагрузке, но и в составе комплексной терапии симптомов нижних мочевых путей, гиперактивного мочевого пузыря, ургентного недержания мочи, смешанного недержания мочи. За счет такой индуцированной тренировки мы можем решить проблему анальной инконтиненции. Также, как уже было сказано, мышцы тазового дна участвуют в том, чтобы добиться хорошей полноценной эрекции и удерживать ее достаточное время для полноценного коитуса, который будет приводить к удовлетворению обоих партнеров. За счет улучшения перфузии ткани, за счет улучшения иннервации во время такой тренировки мы добиваемся достаточного функционала мышц для поддержания этой функции также. Поскольку тренировки имеют довольно высокую интенсивность, для достижения оптимального результата необходимо всего от 6 до 10 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Эффекта от такой терапии хватает на полгода, после чего необходимо профилактически повторять курс терапии. Поскольку клинический госпиталь Лапина является многопрофильным стационаром, то на аппарате МСЭЛа в нашем учреждении сидят и мужчины, и женщины, каждый по своему показанию. После операций на анальном сфинктере, после операций на простате, довольно много пациентов хирургического профиля. Пациентки после родов, также пациентки переменопаузального периода. У этого кресла нет возрастных ограничений. Каждый пациент, будь то мужчина или женщина, найдут свои причины для того, чтобы пройти курсы высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной стимуляции и улучшить качество своей жизни, как в ее интимном плане, так и в плане физической нагрузки или социальных взаимодействий, просто для того, чтобы чувствовать себя здоровым. С компанией БТЛ мы сотрудничаем с момента основания госпиталя. Это компания, которая зарекомендовала себя как высококлассных специалистов по производству высокотехнологичной аппаратуры, помогающей нам предоставить нашим пациентам полный спектр по восстановительной медицине, будь то интимная реабилитация, послеоперационная реабилитация, классическая физиотерапия или подготовка к вспомогательным репродуктивным технологиям.